Снова приветствую всех подписчиков и просто зрителей, неравнодушных крат-ракам. На канале давайте разбираться. Это 12 серия нашего повествования, в котором мы расскажем от такой нередкой неисправности. Если у вас неадекватно ведет себя система быстрой замены, на отвале одно ухо работает, а второе нет, в одну сторону работает, а обратно нет, то что это такое, чем вызвано, что с этим делать. Давайте разбираться. Если какое-то действие происходит, пусть хоть только в одну сторону, то это скорее всего значит, что насос в норме, клапаны в норме и причина не в них. При подобных симптомах в первую очередь стоит обратить внимание вот на этот жгут. Из передней части машины выходят все шланги и идут на все цилиндры системы быстрой замены. И если не приглядываться, то все они выглядят одинаково, как гидравлические, однако один из них с проводами внутри. К машине жгут проводов подключается вот этим штекером. Как правило, используется четыре пина и идут они в приемную плиту, в трапециевидную раму, на которую навешивается отвал. В верхней ее части стоят электромагнитные клапаны, которые отвечают за вторичные функции отвала, его поворот и работу ушей. Если по какой-либо причине клапан не сработает, то поведение будет именно таким, как я рассказал чуть раньше. И чаще всего проблема в том, что разрушается штекер. На этот шланг с проводами при работе, так же как и на остальные шланги, налипает снег и может защелка штекера выпрыгнуть. Или она отщелкнется. Или шланг может взломиться и перебить внутри провода. Серия получилась очень короткой, но эта история основана на опыте. Такие случаи встречались, причем происходили не раз и не два. Это одна из таких копеечных глупых поломок, которая может доставить при этом кучу неудобств. Из-за абсолютной неочевидности причины вы можете перетряхнуть половину машины, потратить тонны сил, времени и нервов, а то и денег, заказав ненужных запчастей. Поэтому всем спокойствия, удачи, добра и мира. И до встречи в следующих выпусках. Субтитры создавал DimaTorzok